Добрый день! Капризная погода не мешает краснодарцам активно заниматься спортом и проявлять себя. Футболисты Кубани и Краснодара проводят сборы, баскетболисты Локомотива Кубань продолжают шествие по Европе, а краснодарские борцы сошлись в боях на ковре за звание лучшего в городе. Подробнее об этом расскажем в сегодняшнем выпуске. Это программа «Город Спорт». Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Сегодня в программе. Футболисты Кубани и Краснодара вышли из отпуска. Первые новости со сборов. Далее уложим соперников на обе лопатки. Поговорим с чемпионкой мира о батутах и мировых рекордах. Затем покорим восьмиметровый скалодром. Футболисты Кубани и Краснодара приступили к работе. Желто-зеленые уже успели провести первый контрольный матч на Кипре, а быки накануне отправились на первый сбор в Объединенные Арабские Эмираты. О трансферных перестановках и самочувствиях футболистов после отпуска расскажем далее. Игроки Краснодара начали подготовку к весенней части сезона на своей учебно-тренировочной базе «Четук». Футболисты и тренеры прошли традиционное медицинское обследование. Затем первые тренировки уже на поле. Погода в эти дни не подвела, было тепло и солнечно. Вместе со всеми тренировался новобранец Вячеслав Подберезкин. Полузащитник перешел в стан горожан из Урала в конце декабря. В тренировках на «Четуке» не участвовал Рагнар Сигурдсан. В составе национальной сборной Исландии он находился на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. Там команда пробудет 11 дней и проведет два контрольных матча. 25 января против «Жетысу» из премьер-лиги Казахстана, а 29 января «Быки» сразятся с китайским «Хэнань Джанье». Второй сбор пройдет в феврале в Испании. Там планируется провести три спарринга. 4 февраля соперникам горожан предполагается «Пражская славия». 8 февраля против «Красандара» выступит «Московский Спартак». Оппонент по поединку 12 февраля пока еще не определен. В Прагу желто-зеленые вылетят прямо из Испании. Напомним, первый матч 1-16 финала Лиги Европы состоится 18 февраля. К ответной игре в Краснодаре 25 февраля краснодарцы будут готовиться на своей базе. Что касается кадровой политики, руководство Краснодара продлило контракт с 27-летним полузащитником сборной России Павлом Мамаевым. Новое соглашение рассчитано на 4 года. Футбольная «Кубань» вовсю тренируется на кипрском сборе. Накануне команда провела контрольный матч против румынской «Астры». Желто-зеленые уступили со счетом 1-2. Единственный мяч краснодарцев забил спинати Андрей Аршавин. Следующая игра пройдет в среду 20 января. Соперник – седьмая команда китайского чемпионата Ши Цзе Чуан Эвербрайт. Помимо этого запланированы контрольные матчи с Енисеем и румынским клубом ЧФР Клуш. В зимнем перерыве состав «Кубани» пополнился 21-летним центральным полузащитником Игорем Жураховским. Контракт рассчитан на 3,5 года. Ранее Хайбек выступал за «Металлург» из Запорожья. Он провел 39 матчей в чемпионате и Кубке Украины, где забил два мяча и сделал две голевые передачи. Немного ранее руководство клуба на 2,5 года подписало центрального защитника Филиппе Аугусто Сантана из Бразилии. Он известен по выступлениям за немецкие «Боруссию» и «Шальке 04». А на днях игроком «Кубани» стал 29-летний бразильский защитник Луис Диалиссон Альбес де Соуза, более известный как Аподи. Он выступал за многие бразильские клубы, а также за мексиканский Керетара, где новичок «Кубани» в 2013-2014 годах играл бок о бок с легендарным Рональдинью. Это не все трансферные новости. Ранее сообщалось, что Мельгареха перейдет из краснодарского клуба в московский «Спартак», однако «Кубань» теперь требует за переход футболиста больше денег. Руководство футбольного клуба запросило за нападающего не менее 9,5 миллионов евро. До этого сумма трансфера колебалась в районе 5-6 миллионов. Так что пока не ясно, станет ли Лоренцо Мельгареха стоичным футболистом. Напомним, «Кубани» парагвайский нападающий присоединился в 2013 году и обошелся клубу в 6,5 миллионов евро. В любом спорте главная борьба. Борьба за победу – борьба с самим собой. Без этого не получится стать лучшим. Герой нашего сюжета буквально борется до победного. В Краснодаре прошло первенство города по греко-римской борьбе. На первенстве города за медали сражались 120 борцов из пяти спортивных школ. Участники – юноши до 18 лет. Это так называемая кадетская группа. Несмотря на юный возраст, некоторые уже успели проявить себя на крупных соревнованиях. Я занимаюсь греко-римской борьбой около четырех лет. Побеждал на первенстве Южного федерального округа и выиграл на первенстве России в городе Кемерово. Участвовал я на разных международных турнирах. Сначала в районах, потом на международных. Участвовал на России, третий занял место. Выиграл первенство ЮФО. Поехал на Россию в город Кемерово. Занял второе место. Цель – Олимпийские игры. Может показаться, что борьба – дело нехитрое. Хватай соперника и бей его об ковер. Но нет. Внимательный судья следит за соблюдением всех правил. А их в великоримской борьбе около 10 пунктов. Главное – нужно правильно проводить приемы и не допускать грубого поведения. За это можно получить предупреждение. Три предупреждения за бой и все – чистое поражение. Также недопустимо пассивное введение борьбы. За отсутствие воли к победе участнику делают замечания. Каждое второе замечание – это дополнительный балл сопернику. Правила периодически корректируются Краснодарской федерации грегоримской борьбы. И потому соревнования – дополнительная возможность для борцов набрать опыт и обкатать изменения. Соревнования проводятся как этап подготовки, более высшего уровня. И для отбора сборной команды города Краснодара, для участия в соревнованиях более крупного масштаба. Городские соревнования – это этап подготовки к первенству Краснодарского края, которое пройдет в Кубанской столице с 13 по 15 февраля. Краснодар богат на олимпийских чемпионов и рекордсменов мира. С одной из них поговорили сегодня. Мы навестили трехкратную чемпионку мира и обладательницу Кубка мира в синхронных прыжках на батуте Ирину Корсикову-Слонову. Она первая в истории батутного спорта исполнительница тройного сальто, а ныне директор с дюшор номер три. Поговорили об олимпиаде, рекордах и новом спортивном поколении. Любой вид спорта он труден, потому что для того, чтобы достичь каких-то вершин, мировых, олимпийских, конечно, очень нужно много очень трудиться. Потому что сегодня спортсмен выращивается. Я говорю, почему выращивается, потому что на самом деле это очень большой труд сегодня для тренера и для спортсмена. Порядка 10-15 лет. Для того, чтобы стать чемпионом мира, как минимум, или чемпионом России, нужно лет 12 заниматься, и только потом будет какой-то виден эффект, как говорится, от спорта. Прыжки на батуте – это базовый вид спорта, скажем так, для подготовки космонавтов и парашютистов. Поэтому изначально он уже был интересен. Но если говорить о том, насколько он труден, сегодня все виды спорта трудны. Но прыжки на батуте – это высококоординационный вид спорта, в котором необходимо иметь не только силу физическую, но и иметь, скажем так, и координацию именно в голове. Сегодня, конечно, обращают внимание на физиологические данные больше. Это должен быть невысокого роста спортсмен, ну и, соответственно, желательно с короткими, как говорится, мышцами физиологическими. У нас школа принимает 6 лет сегодня еще детей. На следующий год будем 7 лет принимать детей. Сегодня есть определенные требования к зачислению занимающихся. И мы их проводим по всем видам спорта. Это есть некие нормативы, которые разработаны федерациями всероссийскими по какому-либо из видов спорта. И ребенок должен сегодня выполнить определенный норматив для того, чтобы он был зачислен в спортивную школу. Но, честно говоря, сегодня я считаю, что нужно максимально привлекать детей, максимально их зачислять. Потому что это селекция сегодня, это естественный отбор детей. Не может сегодня ребенок прийти, допустим, хорошо, вот многим, скажем так, повезло, они пришли и продолжили свой путь спортивный. А если дети пришли, им не понравилось, допустим, не получается, не срабатывает вестибулярный аппарат или еще что-то. Конечно, ребенок на стадии год-два, и он уходит с этого вида спорта и может переключиться на другой вид спорта. Поэтому мое сегодня мнение, что нужно максимально зачислять всех детей и, как говорится, отсеивать лучших, или они самостоятельно отсеиваются. Ну, у меня только один всегда совет был – труд, труд, труд. Только труд может вывести на олимпийские вершины. Когда-то наш знаменитый тренер, вы знаете, Виталий Федорович Дубко, и сегодня наша школа носит его имя, почетное имя. Он в 2000 году был признан лучшим тренером мира вообще, потому что он воспитал… На сегодняшний день даже нет такого тренера по прыжкам на батуте, который бы больше воспитал 20 чемпионов мира и Европы. И вот когда-то он такую сказал фразу, я ее запомнила на всю жизнь. В 1986 году я одну десятую проиграла на чемпионате мира во Франции, нашей же российской, тогда еще советской спортсменке из Воронежа, Татьяне Ловшиной. И я говорю, меня засудили. Он говорит, Ира, нет, тебя не засудили. Вот для того, чтобы не засудили, нужно быть на две головы выше. Я это запомнила на всю жизнь и применяю даже эту фразу сегодня не только в спорте, но и в работе своей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Привет, добро пожаловать на скалодром клуба «Стремление». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас проходит детская тренировка, вот можно видеть, ребята лазят потихоньку, кто-то немножко взрослый. Здесь у нас занимаются наши ребята, рабочие инструкторы, тоже в свободное время свое лазают, самосовершенствуются. Силодром у нас 8 метров, естественно, на самом верх без страховки лазить нельзя. А траверсом можно лазить без страховки. У нас внизу лежат маты, есть синяя линия выше, которую нельзя поднимать ноги. Поэтому можно лазить, спокойно срываться, пятки будут целы, ноги будут целы. Как мы выяснили, скалолазание и альпинизм совсем не одно и то же. Фильм Сильвестр Салонек «Скалолазание» – это вот не скалолазание, это альпинизм. То есть там, где есть снег, там, где есть холодные вот эти скалы, лед, ледорубы, все-все такое – это альпинизм. Скалолазание – вид, он спортивный, так и называется – спортивное скалолазание. Его даже уже думают включать в олимпийскую программу. Поэтому скалолазанием есть ты, есть скала, есть страховка, нет угрозы жизни. В альпинизме такого гарантировать тебе никто не может. То есть ты – это настоящая борьба уже с природой, настоящая борьба с собой. Кстати, об инструкторах и опытных участниках. У нас есть Маша, которая не так давно покорила Эльбрус. Пойдем познакомимся. В принципе, начиналось с альпинизма. Изначально моя цель была – это покорить Эльбрус. Эльбрус – это наивысшая точка Европы, это очень круто. И так нам многие клиенты приходят, которые говорят, вот, это наша мечта, это наша цель. Я так красиво им рассказывала об этом, а сама не знаю, думаю, а попробую-ка я тоже покорить свершину Эльбруса. Взойти на нее. Хочет каждый, мечтает каждый. А можете рассказать о снаряжении, которое необходимо скалолазанию? Могу, конечно. В принципе, элементарно, как бы, то, что необходимо скалолазу, ну, и альпинисту тоже – это страховочная система. Ну, быту мы ее называем просто обвязка. Это проще, как бы, детям вот такая вот она вот на мне тоже одета, да, за счет которой происходит страховка. Скальные туфли обязательно, причем очень хорошие должны быть скальные туфли. На три размера меньше от своего размера. То есть пальцы у нас должны быть зажаты. Магнезия. Обязательно. Это такой волшебный порошочек. Если ручки у нас потеют, а у нас в любом случае ручки потеют, мы магнезимся и лезем по зацепкам. То есть без нее тоже, как бы, никак. И спусковое устройство – это для страхующего. В данном случае Агрегри показывает такой автомат с карабином. Либо же вот стакан – тоже спусковое устройство, которое, в принципе, вот мы, инструктора, используем при работе с детьми. А какие есть ограничения по росту, по физическим кем-то составляющим? То есть, если, например, я вешу 110 килограммов, я не могу прийти и участвовать? Ну, почему же? Можете, конечно. В принципе, ограничений никаких нет ни в возрасте, ни в вашем весе. Единственное, что если нет противопоказаний, конечно, к занятию спортом и физической культуре, пожалуйста, каждый желающий может прийти и попробовать свои силы на нашем скалодроме. То есть я сейчас могу попробовать на себе? Можете, конечно. Говорят, лучше гор могут быть только горы, но мы в центре города. Тем не менее, у нас есть скалодром и богатое воображение. Сейчас я попробую покорить этот Эльбрус. Что было не так? Ну, было не так много что, но это не все страшно, вот такие ошибки у всех. Первое – ты лезешь на руках. Скалолазание – это у нас там не турник. Мы используем ноги, как и все. Так что поэтому поднял руки, доработал ногами. Поднял ноги, доработал руками. Это первое. Второе – лазание у нас работает в корпусе, сжимаемся скалодромом, чтобы к центру тяжести было приятнее работать. У тебя сильные руки, и ты на них очень хорошо лезешь. Но это, наверное, потому что у нас на этой трассе хорошие зацепки. Сделать зацепки посложнее было бы намного сложнее. Так что, а так, в целом, ты молодец, Игорь. А наверняка же есть выезды в горы, чтобы на скалы, чтобы закрепить результат, полученный здесь, на скалодроме. Ну да, по сути-то мы занимаемся на скалодроме для того, чтобы поехать на скалы и там показать все свое умение. Красавский край – это просто рай для скалолазания. У нас есть рядом планческие скалы, новые скалы, Гуамское ущелье. Там у нас проводится, между прочим, с недавнего времени международный фестиваль по скалолазанию. Очень много скальных маршрутов, очень много секторов, поэтому выезжают взрослые, дети. Большое спасибо за экскурсию. Было очень интересно. Всегда, пожалуйста, приходите еще. Удачи вам и успехов. Спасибо. Скалолазание – очень интересный вид спорта. Говорят, те, кто покорил свою первую вершину, остановиться уже не могут. Но и до нее долгий путь из тренировок и упорной подготовки. На сегодня о вертикальных восхождениях все. В следующем выпуске мы расскажем о других видах спорта. Напоследок, по традиции, расскажем о недавних выступлениях наших спортсменов в нашем дайджесте, а затем спортивный календарь. Кубанский спортсмен победил на этапе Кубка мира по бобслею. Экипаж сочинского бобслиста Александра Касьянова стал лучшим на соревнованиях четверок в американском Парк-Сити. Боб кубанского атлета вместе с разгоняющими Эльвиром Кузиным, Алексеем Пушкаревым и Алексеем Зайцевым опередил ближайшего соперника, немца Максимилиана Арнта, на 0,04 секунды. Это второй подиум Касьянова в 2016 году. Ранее на этапе Кубка мира в Лейк-Плессиде экипаж краснодарских спортсменов занял второе место. В общем зачете мирового кубка среди бобов четверок Касьянов поднялся на четвертую строчку. Требуются волонтеры на Формулу-1. В Сочи сегодня стартовал набор добровольцев для работы на российском этапе королевских автогонок. Стать добровольным помощником на соревнованиях может любой житель страны. Кандидаты должны быть старше 18 лет и знать английский язык как минимум на уровне интермедиат. И при этом способны самостоятельно оплатить дорогу до Сочи и проживание вне этапа. Принимать заявки организаторы будут до 18 апреля. Сами же гонки стартуют 28 апреля. Российский этап Формулы-1 пройдет уже в третий раз. Волейбольный «Динамо» 20 января на выезде встретится с хорватской «Штинцей». Играют женщины. Баскетболисты «Лока» 21 января проведут четвертый матч в рамках ТОП-16 Евролиги «Улеп» против «Панатина и Коса». Игра пройдет в Греции. 25 января еще один матч «Лока» проведет в Краснодаре. Соперник железнодорожников «Единой лиги ВТБ» Чешский Нимбург. На этом у меня все. В следующем выпуске мы расскажем о новых достижениях, соревнованиях и других видах спорта. Это была программа «Город спорт». Увидимся через неделю. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова